Всем привет! В эфире Russian Music Box. С вами Чак. Вы готовы поглощать интересную и свежую информацию от команды Newsbox? Тогда мы готовы вещать ее для вас. Не меняйте частоту и забудьте на некоторое время о пульте. Мы начинаем. Кто участвовал в съемках нового клипа Арчи? Вечер помощи детям. Чему посвятила свой день рождения генеральный директор группы телеканалов Music Box Наталья Полинова? Самое интересное об этом и не только узнаете через несколько секунд в новом выпуске Newsbox. Клип с эротическим уклоном. Певец Арчи решил вокруг да около не ходить и сразу надавил на самое живое. О том, где в свете красных фонарей снималось новое видео певца, узнаете прямо сейчас. Не говори нет, особенно если дело касается девушек-топ-моделей. Совсем недавно Арчи завершил съемки своего нового клипа. И видео должно получиться весьма откровенным. Не говори нет, называется этот трек, автором которого я являюсь. И я безограниченно счастлив, что сегодня здесь собрались лучшие топ-модели 90-х, 2000-х и так далее. Потому что здесь и Василиза Петелина, и Стелла, и Малена Маяковская, и Катя Дробыш. И, собственно говоря, здесь огромное количество красивых по-настоящему женщин украшает этот клип. Но на моделях дело не закончилось. Оказывается, вместе с Арчи над работой трудился кто-то еще. Дабы секрет остался секретом, наверное, все-таки я промолчу. Мы дадим такую небольшую интригу, но вам скажу, что, конечно же, если в треке присутствует женщина, должен присутствовать мужчина. Потому что тогда это единая гармония. Вообще я за гармонию. Ну это такое очень эротическое видео, на самом деле. Все построено на сексе. Как это не ужасно звучит для многих. Все дело происходит в каком-то закрытом частном клубе, где живут какие-то странные персонажи. Один из которых – Диджей Арчи, и все вокруг него вертится, как пластинка. В итоге нашей команде стало любопытно, что же это за существа такие. Обойдя весь клуб, мы, наконец, их нашли. А кто вы? Добрая фея. Друзья, вот так вот выглядит Добрая фея, если вы не знали. Вот смотришь на компанию этих персонажей в перемешку с моделями и понимаешь – клип получится ядерный. Премьеру ловите уже совсем скоро, заодно и узнаете, что получилось. Ее жизнерадостностью восхищаются. Ее любят за бесконечную сердечную доброту. Да-да, речь идет о генеральном директоре группы телеканалов «Мьюзикбокс». И даже в свой день рождения она посвятила помощи детям. О том, как прошел вечер Натальи Владимировны Полиновой, узнаете прямо сейчас. Не успела завершиться третья премия «Мьюзикбокс», а мы снова празднуем. Генеральный директор группы телеканалов «Мьюзикбокс» уютно отметила свой день рождения. Я хочу сказать, что спасибо, что у меня есть очень много хороших, добрых людей, друзей, которые меня любят, которые меня поддерживают. Здесь ребята, с которыми я дружу больше 20 лет. Поэтому для меня этот день, он, конечно, приятный. Я люблю свой день рождения, я люблю, потому что в этот день приходят самые лучшие и близкие люди. Когда близкие, это понятно только близким. Почему? Потому что... Я знаю, что мы родом с Кубани все, а кубанские казачки, они такие... Только в день рождения узнаешь, сколько в жизни хороших друзей. Правда, так и хочется добавить и ненужных вещей. Вспомните, сколько бесполезных подарков вы получали в этот праздник. Поэтому Наталья решила традицию эту в корне изменить. Каждый, кто сегодня стремится попасть на мой день рождения, хочет прийти меня поздравить, он обязательно будет заморачиваться с букетом, будет идти в магазин выбирать. Букеты сейчас не такие дешевые. И мы подумали, а зачем? Цветы постоят три дня и завянут, их выбросят. Я специально в пригласительном билете написала, дарите игрушки. И мы на следующей неделе просто их отвезем в детский дом, и будет всем хорошо, я думаю. Я считаю, что это прекрасная задумка, и правда, я этому очень рада. Я поехала сегодня в детский мир, закупила игрушек, вот привезла. Закуски много, воды можно выпить целые кружки, но детям-то нужны игрушки. Поэтому это очень благородно, и Наташенька правильно поступила. Наталья большая молодец, что вот на свой личный день рождения ей нравится принимать подарки именно детские. И вообще помогать деткам, конечно, это очень приятно, имея дело вот с такими руководителями телеканала. Собака, держащая вот в лапках кость. И вторая. Просто кошечка, это для девочки. Он умеет еще говорить. Я умею, он говорит. Друзья, одно поздравление в то время. Давайте что-то нам скажет. А вот именинница. А мы хотим от всего сердца поздравить вас с вашим днем, с праздником. Пожелать самое главное здоровья вам. От души. От души, да. Все, все хорошо. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что вы пришли. Правда, среди подарков нашлись и те, которые ну совсем выбивались из общего потока. Почему именно такой медведи, такой огромный, потому что там все маленькие такие, а этот медведь выделяется прям. Быть оригинальнее, правильно, надо как-то, чтобы красота была такая, не маленькая, а большая. Вы собаку принесли? Нет, мы не принесли собаку. Это же наш... Собака не может быть игрушкой. Это же наш Рашик, это Друган. Это... Это символ телеканала Russian Music Box. Да. Настоящий мужик. А мы принесли, да, мы принесли игрушки там, где-то наш пакет здесь где-то. Мы принесли тоже, как это, развивающуюся игрушку, которая называется мультиварка. Я думаю, что Наталья сама разберется, нужна ли она ей или больше она нужна будет детям. А вот суперзвезда Сергей Зверев проявил невероятное мужество. Не у каждого, даже взрослого человека, хватит сил подарить свою любимую игрушку. Это мой любимый заяц. Если он пойдет в детский дом, то я буду очень рад. Он у меня очень много лет жил дома, он у меня еще со времен песни Алла. И я вот так люблю этого заяца, вот он такой дурак у меня. На самом деле попал сюда по какой-то космической воле, потому что опаздывал. Я думал, что я не успею. Все-таки успел, захватил свою игрушку, которая была со мной с самого детства. Я думаю, что она принесет кому-то столько же счастья, сколько и мне. Праздник проходил в караоке клубе «Пикассо». А куда же еще везти народ, который так любит попеть? Привет, ну слушай, в твоем заведении сегодня директор группы наших телеканалов «Мюзикбокс» празднует день рождения. Что ты про это можешь сказать? Я могу сказать про то, что мы уже очень давно дружим с телеканалом «Мюзикбокс» и всегда с удовольствием открываем свои двери для всех мероприятий. Ну а день рождения Натальи Владимировны – это вообще святое. Как вы могли отказать, ни в коем случае. Очень классная компания здесь, здоровские артисты собираются, очень весело. Мне бы хотелось, чтобы у нас так пятница и суббота проходили, так как проходит день рождения. Каждый артист любит петь, и я уверен, чтобы сегодня всем бы предлагали еще попеть, наверняка бы не отказались. Если когда-нибудь вы захотите устроить праздник без причины дня рождения, а вот просто так, в любое время суток, я уверена, что все самые преданные артисты приедут и будут вас радовать своими песнями. Но, конечно же, многие гости в этот вечер сошлись во мнении, что у Натальи без лишних подарков все есть. Верные друзья, любящая семья – что еще для счастья надо? Самая большая ее мечта – это ее семья, и чтобы семья, родные и близкие были здоровы, счастливы и были любимы окружающими их людьми. То, что ее доброта, человечность, и главное – это жизнерадостность. Наталья очень светлый человек, и она очень отличается, скажем так, от людей, которые работают в шоу-бизнесе. На самом деле, да, сегодня день рождения у моей мамы по совместительству генерального директора «Мьюзикбокс». Это очень сложно совмещать, на самом деле, но она это умеет, и большая молодец она, мы благодарим ее за все. В этот вечер прозвучало так много добрых слов, что не прослезиться было невозможно. Но добрые дела на этом не заканчиваются. Уже на этой неделе все собранные игрушки отправятся в детский дом, и мир нуждающихся ребятишек станет чуточку светлее. На этом все. Завтра смотрите «Ньюзбокс Дайджест». Все самое интересное за неделю. Мне остается только напомнить вам, ребята, чаще заглядывать в наши официальные группы ВКонтакте и в Фейсбуке, а также лайкать и комментировать фотографии в Инстаграме телеканала «Рашн Мьюзикбокс». С вами был Би Джей Чак. Наслаждайтесь жизнью и музыкой. И всем подряд. Пока. Редактор субтитров А.Семкин